Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Напомним, что в понедельник в США был выходной, что привело к снижению волатильности. Но именно по этой причине торговая активность может увеличиться сегодня. Речь не только о фондовом рынке, но и о нефти, золоте и даже криптовалютах. Длинные выходные формируют отложенный спрос, а также нередко после их завершения появляется больше информации, которая способствует росту торговой активности. Поэтому во время американской торговой сессии может увеличиться волатильность на финансовых рынках. Сегодня будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов в США. Лишь неожиданно сильное отклонение от предыдущих и прогнозируемых значений может оказать сильное влияние на рынок. В то время как дальнейшее обсуждение перспектив изменения монетарной политики точно будет способствовать росту волатильности. На это также указывают массовые попытки представителей ФРС успокоить инвесторов, заявляя о том, что неожиданно высокий индекс потребительских цен не должен так сильно пугать инвесторов. По сути, они намекают на готовность снижать ключевую процентную ставку, но позже. Теперь главный вопрос в том, когда именно и как быстро. Чем дольше будет неопределенность по этому вопросу, тем выше риск укрепления доллара США и распродаж на фондовом рынке. Ведь уже сейчас видно, что сценарий с мягкой посадкой крупнейшей экономики мира может не сработать. Это бычий сценарий для американской валюты и в определенной степени для рынка нефти. Ведь сильная экономика США потребляет много нефти, в то время как геополитические конфликты усугубляются. Все это способствует уменьшению предложения, тем самым подталкивая нефтяные котировки выше. Завершая обзор рынком криптовалют, обратим внимание на консолидацию биткоина в горизонтальном канале. С одной стороны это указывает на неопределенность рынка, но с другой на силу покупателей. Ведь несмотря на длинные выходные в США и как следствие на отсутствие спроса на биткоин ETF, крупнейшая по капитализации криптовалюта удерживается вблизи важного технического уровня в 52 тысячи долларов. Поэтому до ее обвала ниже 50 тысяч, бычий сценарий выглядит более вероятным. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.